Привет! Сегодня просматривала статистику канала. Как оказалось, видео на канале смотрят мужчины в том числе, поэтому сегодняшнее видео посвящаю мужчинам. Предлагаю связать теплый шарф. Для работы будут использованы нить 50 процентов шерсти плюс 50 процентов акрил. Это нить гималая комбо. На упаковке есть обозначение, что рекомендуется применять спицы номер 12. У нас будут использованы спицы номер 10. Вязать будем английской резинкой. Для образца набираем 10 петель. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Первый ряд провязываем лицевыми петлями. Субтитры сделал DimaTorzok Нить толстая, спицы толстые. Вязать очень быстро. За один день шарф можно, наверное, за полдня можно связать шарф. Второй ряд провязываем тоже лицевыми. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь у нас первый установочный ряд. Провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. С этого ряда начинаем рапорт. Перед изнаночной петлей делаем накид. Изнаночную петлю, не провязывая, снимаем. Лицевую провязываем. Опять накид, лицевая, изнаночная снимается. Провязываем лицевую. Накид, изнаночная, просто снимаем. Лицевая. Накид, изнаночную снимаем. Лицевая. Кромочная. В этом ряду делаем следующим образом. Изнаночную петлю точно так же делаем накид, снимаем. Вот эту петлю с накидом провязываем лицевой. Повторяем. Накид снимаем изнаночную петлю, провязываем лицевой 2 петли. Накид снимаем, провязываем лицевой. Накид снимаем, провязываем 2 петли вместе лицевой. Кромочная. И так продолжаем все время. То есть здесь, как такового рапорта нет. Здесь каждый ряд похож на предыдущий. Перед изнаночной делаем накид и ее снимаем. Эти петли с накидом предыдущего ряда провязываем лицевой. Накид снимаем, провязываем лицевой. Идеальный узор для новичков. Ну и для мужчин. Провязываем лицевой. Накид снимаем. 2 петли лицевой. Кромочная, изнаночная. Таким образом продолжаем вязать. Сейчас еще пока не видно, как вырисовывается узор. Но тем не менее. Еще провязать нужно немного, и это будет видно. Изнаночную с накидом снимаем, 2 петли лицевой. Изнаночную с накидом снимаем, 2 петли лицевой. Изнаночную снимаем вместе с лицевой, 2 петли вместе. Изнаночную с накидом снимаем, 2 петли вместе с накидом. Провязав образец из 10 петель, вы будете четко понимать, сколько вам петель нужно, например, для того, чтобы связать шарф желаемой ширины. У нас здесь сейчас 10 петель, включая 2 кромочные. То есть, если увеличить в 2 раза, я думаю, для шарфа этого будет сверх, чем достаточно. Итак, запоминаем. Повторяю последний ряд. Изнаночную вместе с накидом снимаем. Предыдущие 2 петли из предыдущего ряда провязываем лицевой. Изнаночную с накидом снимаем, 2 петли вместе лицевой. Накид с изнаночной, 2 петли вместе лицевой. Накид с изнаночной, 2 петли вместе лицевой, кромочной. То есть, вот что мы получаем. Вот такой узор. Я провязала образец немного больше. Вот здесь у меня 15 петель. То есть, уже достаточно для шарфа. Но можно на 5 петель увеличить. И это будет достаточно широкий шарф. Украсить можно бахромой. Сейчас я покажу, как это делать. Можно не делать этого. Полотно получается мягким, пушистым, эластичным. Очень-очень приятным. Ну и красивым. Вот она, английская резинка. Узор двусторонний. Сейчас покажу, как делать бахромой. Делать ее очень просто. Отрезаем кончик нити. Отрезаем, вернее, нить такой длины, какой мы хотим, чтобы у нас была бахрома. Крючком, при помощи крючка. Продеваем. Уношу нить через полотно. Вытаскиваем эти два хвостика. И затягиваем. Вот получается. Можно делать реже, чем у меня сделано. Можно делать чаще. То есть, тоже дело вкуса. Вот получается. Такой вот шарфик. Понятное дело, что в длину тоже каждый вяжет столько, сколько ему хочется. Я имею в виду длину. Можно длинный, можно не очень. Вот так получится. Отличный теплый шарф. Еще, кстати, зиме еще долго быть. Два месяца. Вот такой узор у нас получился. Называется английская резинка. Я не знаю, как он называется сейчас. Во времена, когда меня учили вязать в детстве. Еще моя бабушка. Она называла это английской резинкой. Вот. Ну, бахрома. Можно делать длинную, можно делать короткую. Можно не делать вообще. Можно вот здесь по краю пустить два ряда или больше платочные вязки. Чтобы как-то разграничить саму вязку. Саму резинку и край шарфика. Вот так вот.